Украинская IT-индустрия настоящий феномен. Она возникла спонтанно, практически из небытия и всего за несколько лет сделала Украину крупным игроком на рынке IT и лакомым кусочком для инвесторов. Украина входит в топ-20 экспортеров IT-услуг мира. В стране 2000 стартапов. Ежегодно почти 70 украинских стартапов получают серьезные инвестиции. Украинский IT-аутсорсинг формирует 3% ВВП страны. В общем, неудивительно, что именно в Киеве прошла одна из самых больших IT-конференций СНГ – Outsource People. В обычном мире скучнее конференций бывает только репортаж с нее, но в IT все иначе. Здесь крушат стереотипы при помощи инноваций и нешаблонового мышления. Ну на какой еще конференции ты можешь взглянуть на мир глазами машинки на пульте управления? Или научиться кататься на гироскутере? Ну, почти ничего себе не сломав. А то и вовсе, во время кофебрейка, устроить гонки на офисных креслах с CEO и легендарными колдунами. Программа Outsource People тоже выдалась эпичная. Даром, что часть лекций проводилась в кинотеатре. Ну а чем бизнес-стратегия не голливудский блокбастер? Спецэффектов, конечно, поменьше, но зато места для поцелуев не заняты. Конференция проходила сразу в несколько потоков, причем везде и сразу. Что-нибудь полезное можно было ухватить и в конференц-зале, и на стенах, и, конечно же, в холле, во время перерывов. Живое общение не менее ценная штука, чем знания, которыми делятся докладчики. Отличный способ завести новые знакомства, узнать секреты, которые передаются только из уст в уста. Там бизнес-стратегия, тут Operational Development. Попробуй всюду успеть, да ищи у какого-нибудь IT-воротела, выведай секреты для своего, прости господи, стартапа. Самая главная вещь, которую нужно стартаперам остерегаться, это им нужно перестать строить стартапы. Тем, у кого давно уже не стартап, IT-гуру рассказывали, как захватить новые рынки или хотя бы сдвинуть продажи с мертвой точки. По вашему мнению, вот как эксперта в этой сфере, каким должен быть идеальный IT-продажник? Он должен быть без сакуала. Одним словом, на Outsource People без ценного опыта хватило всем. Пропустил? Без паники. Мы сняли самый сок и поговорили с сакулами бизнеса о том, как превратить свой стартап в конкурента Google, как стать востребованным и как и где найти клиентов. Йоуля, и это шоу Take It Easy о самом интересном и актуальном в мире IT. Поехали! Советы гуру IT на все случаи бизнеса, интересные проекты и шокирующие кадры дебоша в конце конференции. Все это дальше в Take It Easy. Outsource People уже успел побывать в Харькове и Минске. Киевская конференция пятая по счету и первая по масштабу. В ноябре на мероприятие приехало свыше тысячи айтишников со всех уголков Украины, а также ближнего и дальнего зарубежья. Очень дальнего зарубежья. Ну а что? В украинской IT-сфере волшебных перспектив полно. И даже свои добрые чаротии встречаются. Фаерболы, увы, не кастуют, но зато их советы словно защитные заклятия, способны уберечь от трагических ошибок. Причем и начинающих, и уже давно начавших айтишников. Самая главная вещь, которую нужно стартаперам остерегаться, это им нужно перестать строить стартапы, им нужно строить бизнесы. Женя Розинский, операционный директор Rallyware, меценат, коренной одессит, 25 лет живет в США, собрал команду КВН в Сан-Франциско, возит украинские стартапы на IT-ивенты в долине, вводит машину 95-го года выпуска, раз едет, зачем платить больше? Слишком много, к сожалению, стартаперов, когда приходят в идею, ну вот, мы сейчас будем делать продукт, этот продукт изменит мир, все это, все понимают, нам сейчас дадут миллион долларов, причем миллион, миллиард, сто миллиардов, я не знаю, там у них с нулями обычно проблемы, и вот все, у нас будет все хорошо в жизни. При этом часто задаешь вопрос, а деньги как зарабатывать, ну это потом, или а кому этот продукт нужен, ну как всем, не, а конкретно, кому он нужен, всем. Если на какой рынок вы хотите, на Америку, а вы уверены, что он нужен в Америке? Да. А вы вообще знаете, как это работает в Америке? Нет. Авиакомпания Take It Easy желает вашим розовым мечтам мягкой посадки на аэродром суровой реальности. Потому что придумать гениальную идею мало, чтобы прибежала толпа инвесторов. Хотя бы потому, что идея кажется гениальной на бумаге, когда начинаешь воплощать ее в реальность. Ну, собственно, до этого этапа доходит немногие, особенно если придумали нечто материальное, например, инновационный чехол для телефона, а 3D-принтера под рукой нет, да и токарем на завод лень устраиваться. Эту проблему решили вот эти парни. Вернее, подсмотрели решение в Лондоне и теперь спасают украинских стартаперов. Знакомьтесь, Изолаб. Изолаб это FabLab, Digital Fabrication Laboratory, лаборатория цифрового производства, если уже перевести так на наш язык. Куда прийти может каждый человек с какой-то своей идеей и произвести прототип, либо мелкую серию своих продуктов, допустим. В принтере напечатать корпус для какого-нибудь своего Raspberry Pi и прочего навеса, датчиков понапихать. И у него будет красота, с которой он может пойти к какому-нибудь инвестору. Либо просто можно прийти там, вот я хочу себе крючочки в виде пальца, да, взять, посканировать палец вот так вот, допустим, и повесить на стенку, и типа, вот, можете вешать туда свои куртки. Просто-таки воплотим любые ваши фантазии. В айтишном плане. Шутки шутками, но проверять идеи на практике забывают не только стартаперы. А ведь есть только один способ вырваться к новым вершинах. Теория и кейсы — это хорошо, но самое главное — это практика. Валерия Байда, айти-консультант, 27 лет, Киев. Закончила КПИ с красным дипломом. В айти с 16 лет. Начинала как веб-разработчик на все руки мастер. Одна из наиболее уважаемых спикеров украинских айти-конференций. Я не устаю на своих семинарах и, собственно, на конференции повторять, что только внедрив, только, собственно, попробовав на своем опыте, вы чего-то достигнете. Да, может оказаться, что напечатанный прототип — хлам, а внедренная инновация не принесла результатов. Но по-другому никак. Без провалов не бывает взлетов. К тому же, в айти-провал — это не всегда провал. Вспомним хотя бы того же Джобса. Многие боятся, многие боятся, боятся попробовать, они боятся неудачи. Я испытывала, на самом деле, в своей профессиональной карьере очень много неудач, потратила очень много денег. Но через неудачи ты растешь, через неудачи ты достигаешь большего. Многие сегодняшние самые крутые, не побоюсь этого слова, стартаперы мира, когда-то провалили один, два, три, пять, десять предыдущих проектов. Провалить проект — это не минус. Провалить проект — это большой плюс, если на это можно научиться. Очевидно. Разумеется. Настолько, что об этом регулярно забывают даже те, у кого немало опыта в сфере айти. И я знаю, что многие даже уходят из этого бизнеса, потому что думают, что здесь ловить нечего. Это неправда. Только благодаря бесстрашным экспериментам на свет появляются самые гениальные, громкие или, как минимум, привлекающие внимание проекты современности. Вот, например, стол для работы стоя. Для закоренелых стояков. Провалить только пять, шесть, восемь, десять годин в день за компьютером — это очень сложно. Задача — не постоянно стоять. Задача — менять позицию. Потому что, когда человек постоянно стоит, это, наверное, так само плохо, как постоянно сидеть. Задача — рухаться, в общем, лучше не работать. Врачи говорят, что лучше почаще вставать из-за стола. Начальник — что пореже. Компромисс найдем. Главное — не сидеть на одном месте. Ведь хоть стол для работы стоя — это и не совсем айти технология, зато при помощи айти даже самые дерзкие продукты можно успешно продавать на весь мир. Зараз появилось очень много разных вариантов по работе за кордоном. Начиная от таких сервисов, как Amazon и очень много других, где каждый продукт имеет возможность сейчас продавать спокойно на американском рынке. И для этого нужно минимум усилий. То есть вы, если вы имеете интересную идею, находите поставщиков, которые вы делаете логистику в Штаты, и там вы уже безусловно продаете свой продукт на самой наибольшей площадке в мире. Это Amazon. Это очень классно. Увы, инновационное сервисное решение для банков на Amazon не продаж. Ведь с программным продуктом все не так просто. Мало сделать его хорошим. Надо еще и найти того, кто его купит. Айтишниками рождаются, но успешными айтишниками становятся. Как? Поехали посмотрим. Организаторы Outsource People шепнули нам, что их буквально завалили вопросами в духе «А будут ли заказчики?» Загвоздка в том, что если ты не можешь продать кому-то продукт по интернету, личная встреча не прибавит шансов. Конечно, если не рассматривать вариант со взятием клиентов в заложники. В общем, заказчиков на конференцию не завезли. Зато завезли советов про то, каких ошибок избегать в общении с ними. Не хочу обидеть украинцев. Они трудяги и молодцы в плане девелопмента. Но вот с общением у них беда. Украинцы научились делать хороший IT-продукт, но еще не научились его хорошо продавать. Многие слишком углубляются в технические детали, напрочь забывая о важности отношений. Простой пример. Ко мне в LinkedIn, а это просто шикарная социальная сеть для работы. Она мне изменяет офис. И ох, как же часто я получаю запросы на добавление от украинских менеджеров по развитию продаж или бизнеса. Не здрасте, не кто такой, откуда будешь. Ладно, я как человек воспитанный пишу сам. Привет, чем могу помочь? А в ответ либо тишина, либо список характеристик продукта, которые предлагает его компания. Это лучший способ испортить себе впечатление клиента европейца и, соответственно, потерять его. Да, программы, серверы, звездолеты и роботы-убийцы – это все сфера IT. Но еще там работают живые люди, и общаться в основном приходится именно с ними. По вашему мнению, вот как эксперта в этой сфере, каким должен быть идеальный IT-продажник? Он должен быть весь такой... Если ваш сейлз, скажем, зажатый в себе, он находится, то надо либо повести его на психологические курсы, либо же, соответственно, найти другого сейлза. Если вы видите горящие глаза от общения, я думаю, что с высокой вероятностью это будет очень хороший сейлз. Начинать нужно в первую очередь с правильного майндсета, то есть настроения. И главный настрой – нужно помочь клиенту, а не просто иметь желание получить какую-то сумму денег. Будьте кастомер-майнд, думайте о клиенте, просто уверуйте в одну незыблемую истину. У клиента полная свобода выбора и возможность найти то, что хочет. Или, если вы не подумаете о клиенте, он просто пойдет и купит у другой компании. Там, где он почувствует, что о нем заботятся. Итак, идею на практике проверил, неудачу стойко преодолел, сделал хороший продукт и очаровал клиента. Наконец-то можно выдохнуть, расслабиться и получить удовольствие пополам с прибылью. Особенно, если договор уже благословил юрист. Часто юриста воспринимают как решателей проблем. Лучше к нам обратиться немножко раньше, буквально на полшага раньше. Иларион Тамаров, 33 года, Киев. Более 10 лет практики. В прошлом главный юрист-консульт по интеллектуальным правам Немиров. Преподавал на кафедре гражданского права Киевского национального университета. Ведет профессиональный блок. Носит обувь 49-го размера. Даже если договор всего на страничку, там нет ничего про передачу души и подписывать его кровью не нужно, лучше все равно перестраховаться. Особенно, если вы с клиентом в разных юрисдикциях. В случае с аутсорсом по-другому почти не бывает. То, что нормально в праве США, совершенно дико в Украине. И наоборот. Оказалось, что наше определение компьютерной программы настолько широкое, что позволяет туда включить множество элементов, которые на самом деле такими не являются. И это может привести к злоупотреблению. Если раньше Украина казалась айтишником эдаким юридическим мордором, то сейчас ситуация стала резко улучшаться. Верховный совет проголосовал за законопроект, который упростит отношения, в частности денежные отношения между фрилансерами и их зарубежными заказчиками. Конечно же, в нюансах нужно будет разбираться, поскольку будет явная разница между тем, как хотели и как получилось. А тем временем не юриспруденция единой. Улучшается не только законодательная обстановка в стране. Сама украинская айти-отрасль растет, цветет и пахнет. Иначе бы организаторы аутсорс-пипл не строили таких амбициозных планов на будущее. Мы хотим сделать Восточноевропейский форум, собрать представителей индустрии Польши, Румынии, Белоруссии, России, возможно стран Балтии, Украине. И мы считаем, что это лучшее место для такого сбора, потому что не нужна виза, здесь не очень дорого это делать. И Украина лидер Восточного региона. Украинец об Украине плохого не скажет. А как насчет иностранцев? Украина невероятная. У вас очень много возможностей. У вас все будет хорошо. Я не просто в это верю. Я жил и работал в Украине и даже на метро ездил. Я знаю, о чем говорю. Я думаю, что Украина это и есть Средиземье. У вас есть и Шир с хоббитами. Чего только стоят ваши бабушки, у которых можно достать потрясающие овощи. В Украине есть и другие потрясающие овощи. Это те, у кого есть деньги, но кто до сих пор не несет их в IT, вынуждая талантливых украинских айтишников искать счастье и инвестиции за океаном. Инвесторов надо искать среди тех людей, которые сейчас жмут деньги, которые сейчас под матрас складывают. Деньги, лежащие под подушкой, они никому пользы не могут принести априори. Деньги должны делать другие деньги. Впрочем, перспектив в отрасли масса. Глядишь, и отечественный меценат проснется. Как бы там ни было, а главное держаться вместе. Ведь недаром известная украинская поговорка гласит «Гуртом легче ебать, кабеты» и успешный IT-бизнес «Будуваты». Вот, например, сейчас один из проектов, мы делаем совместную групповую поиску в Берлин. То есть мы 10 компаний объединились вместе, мы вместе готовимся, вместе назначаем встречи, едем, тусим и возвращаемся. Вот я считаю, что вот что может делать консолидация отрасли. Было очень круто и насыщенно, но вписать два дня конференции «Оутсорс Пипл» в короткий репортаж – задача нереальная и вообще преступная. Поэтому в скором времени на канале «Take it easy» жди полных интервью с суперзвездами IT. Подпишись на наш канал, чтобы не пропустить кучу всего интересного. Мы готовим для тебя кое-что особенное. Увидимся! Ах да, мы же обещали показать шокирующие кадры дебоша на автопати «Оутсорс Пипл». В натуре, как в Америке. А просим всех людей со слабой психикой отойти от экранов. И вот оно. Вопиющее безобразие. Ах уж эти айтишники, ни танцев на столах, ни поножовщины. «Горько 3» точно не снимешь. Всем привет! Меня зовут Женя Розинский. Я здесь помогаю стартаперам, помогаю украинской IT-индустрии. «Take it easy». 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 «Just take it easy» и до свидания. «Take it easy» и до свидания.